Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел совещание по вопросам организации эффективной реализации намеченных реформ по дальнейшему развитию системы народного образования. Для выведения системы воспитания и образования на совершенно новый уровень главой нашего государства принят ряд указов и постановлений, в том числе указ о дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием от 5 сентября текущего года. С 1 сентября 2018 повышены размеры заработной платы свыше 450 педагогов и руководящих кадров, работающих в школах. Внедрена система выделения работникам народного образования льготных кредитов для приобретения жилья, земельных участков в бытовой технике, домашнего скота и автомобилей. Учреждена специальная государственная премия для учителей. Прекращена практика привлечения их к работам, не относящимся к их профессиональным обязанностям, проведения необоснованных проверок в школах. В результате этих мер только в текущем году система народного образования пополнилась 16 тысячами молодых кадров с высшим образованием. В школу вернулись почти 13 тысяч учителей-мужчин. На совещании президент отметил, что перед сферой стоит еще множество задач. Так все еще не отвечает требованиям уровень обеспечения учащихся школ учебниками. Качество учебных программ, работа по повышению знаний и квалификации учителей, нехватка кадров, расширение возможностей изучения иностранных языков. Указано на медлительность в работе по автоматизации учебных процессов в системе народного образования, внедрение электронной формы услуг по приему в школы и переводу учащихся, организации частных школ на основе государственно-частного партнерства. На совещании обсуждены необходимые меры в этих направлениях. Отмечалось, что в настоящее время уровень знаний и квалификации школьных учителей в целом не отвечает требованиям. Из работающих в системе более 422 тысяч педагогов, 65 тысяч имеют среднее специальное образование. Число учителей высшей категории 11 тысяч. У большинства педагогов вовсе нет какой-либо категории. Реальная потребность в педагогических кадрах превышает 3000 человек. В частности, не хватает учителей английского языка, русского языка и литературы, начальных классов, информатики, математики. В связи с этим Министерству народного образования, Центру среднего специального профессионального образования, а также Министерству занятости и трудовых отношений поручено разработать комплексные меры по заполнению вакантных мест, поддержки и повышения квалификации учителей, готовых работать в отдаленных районах. Очень много проблем было отмечено со стороны руководства республики, над которыми мы должны усердно работать. Это совершение учебной программы, повышение квалификации наших учителей, улучшение качества учебников, обеспечение своевременной доставки учебников до каждой школы, а также ряд других проблем, которые сегодня были очень критично обсуждены и поставлены конкретной задачей по обеспечению их своевременной качественной реализации. Актуальным является вопрос повышения качества учебно-методической литературы и учебников. С начала учебного года прошло два месяца. Несмотря на это, школы недополучили 33 тысячи учебников для третьих, пятых, восьмых классов. К сожалению, в учебниках часто допускаются ошибки. Исходя из этого, поручено обеспечить школы качественными учебниками и классными журналами. На совещании уделено отдельное внимание состоянию зданий школ и их материально-технической базе. После перехода школ на 11-летнее образование число учащихся в них выросло на 1 миллион. В настоящее время 138 филиалов школ не имеют своих зданий. В 55 филиалах превышен норматив по численности учащихся. В 35 школах не завершены строительно-ремонтные работы, предусмотренные инвестиционной программой. Школам нужно более 5000 единиц учебно-лабораторного оборудования по физике, химии и биологии. 43 тысячи комплектов учебной мебели. Президент отметил необходимость скорейшего завершения строительно-ремонтных работ в школах, оснащение их за счет централизованных инвестиций. Даны указания по передаче до конца этого года с учетом потребности регионов, освободившихся зданий, колледжей и лицеев, введение Министерства народного образования, а также преобразование до 1 января 2019 филиалов школ на местах в полноценной школы, обеспечению их автобусами. На совещании подвергнут критике, не соответствующие нынешним требованиям, уровень предоставления и освоения знаний. Указано на неудовлетворительное состояние работ по организации учебно-производственных комплексов и их оснащению в целях профессионального обучения учащихся 10-11 классов. В среднем по стране в одном классе учится 23, в городе Ташкенте и областных центрах 40 детей. У нас на каждого учителя приходится 13 учащихся, а в развитых странах этот показатель не превышает 10. Необходимо снизить численность учащихся в одном классе, а также их недельную учебную нагрузку минимум на 5-10%, сказал руководитель страны. Нельзя назвать соответствующий современным требованиям и уровень внедрения информационных технологий в общеобразовательных школах. Так, в некоторых школах в рамках предмета информатики все еще преподаются устаревшие языки программирования, компьютерная техника пришла в негодность. В связи с этим даны поручения по критическому изучению обеспеченности школ компьютерами, разработке конкретных целевых программ по их оснащению, внедрению современных методик преподавания информатики. Поставлена задача развивать систему частных школ с изучением зарубежного опыта. Предстоит очень большая работа. Во-первых, по реализации положения данных решений на местах, чтобы все эти изменения были заметны уже и в наших дальних школах. Президенту была поставлена четкая задача, чтобы приняли все необходимые меры для обеспечения качественного образования в осенне-зимний период, чтобы наши дети смогли получить качественное образование, несмотря на все суровые условия погоды. На совещании отмечалось, что Министерством народного образования и финансов совместно с хакимиатами на местах необходимо в двухнедельный срок принять меры по полной подготовке школ к зиме, обеспечению их потребностей в угле. По исполнению актуальных задач, поставленных президентом в повестку дня совещания, ответственные должностные лица предоставили информацию и отчет о проделанной работе.